Город Чебоксары один из самых зеленых городов России. Общая площадь всех зеленых массивов и насаждений – более 23 тысяч гектаров. На территории города 140 парков, скверов, бульваров и аллей. На каждого жителя города приходится 161 квадратный метр зеленых насаждений. Накануне весны в Управлении экологии города проводят проверку парков и скверов, чтобы выяснить, какой из них нуждается в реконструкции. Строительство, активное дорожное движение, работа промышленных предприятий неблагополучно влияют на экосистему любого города. Зеленые легкие надо поддерживать в рабочем состоянии. В этом году в столице появятся еще две зеленые территории – в Новоюжном районе и в поселке Ольгешево. А также будет благоустроен парк Чебоксарка в прибрежной зоне Малой реки. Особое внимание новым микрорайонам, практически лишенным зеленых насаждений – это Университетский, Благовещенский и Волжский-3. Этой весной высадят 3,5 тысячи деревьев и 7,5 тысяч кустарников. Кстати, самые популярные деревья в Чебоксарах – рябины, березы, липы и каштаны. Большое значение подает реконструкции старых скверов. Этот парк был посажен в честь 60-летия Победы ветеранами войны. Здесь тогда посадили 80 елей. Реконструкцию старых скверов мы начали три года назад. Что это собой представляет? Это великовозрастные, аварийные, больные деревья. Необходимо вырубать, а взамен высаживаем новые деревья. За прошлый год мы провели реконструкцию в 34 озелененных территориях. А в эту весну мы запланировали еще на 20 озелененных территориях, это парках, скверах, выполнить эту работу. Такая же работа предстоит у нас на территории наших образовательных учреждений. Избавляться от старых деревьев в детских садах и школах начали еще в декабре. Вырубили тысячи деревьев, еще столько же на очереди. Затем на их месте появятся новые. В этом году планируют потратить около 4 миллионов рублей на озеленение столицы. К этому процессу городские власти предлагают присоединиться и всем чебоксарцам. Татьяна Молокова, Александр Петров, Республика.